Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатываем на несколько каточек из ангара 60ТП Левандовского. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, я хочу обратиться именно к тебе. Ты являешься подписчиком моего канала и смотришь это видео, я тебе очень сильно благодарен за подписку на мой канал. Ты реально помогаешь мне развивать мое детище и мое начинание. И обращаюсь к тебе, ты не подписан на мой канал, но смотришь это видео, я очень рад, что ты его смотришь, но буду тебе очень сильно благодарен, если ты еще и подписочку оформишь. Дело в том, что для тебя эта подписочка ровным счетом ничего не значит, она тебе ничего не стоит и не будет мешать тебе в списке твоих подписок. Ну, кроме того, ты будешь видеть выходы новых видео и надеюсь, они тебе будут интересны. А для меня эта подписка важна, ну просто как жизнь моего канала. Конкретно без твоей подписки мой канал, ну, может иметь гораздо меньше шансов на существование. Спасибо тебе большое за то, что ты подписался. Итак, ребятки, 60 ТП Ливандовского. Что за машина такая? Это десятка в ветке, точнее в дереве сборной Европы веточка тяжелых танков. Одна из двух. Есть кранваген, есть 60 ТП Ливандовского. Абсолютно две разных ветки, абсолютно по-разному играются. Честно говоря, для меня эта веточка почему-то всегда была больше всего похожа на советские тяжи направления ИСА. Но, как бы, не совсем то же самое. Все-таки ТТшечки немножечко другие играются совсем по-другому. Что же касается конкретно 60 ТП Ливандовского. Я не буду оговаривать все технические характеристики по данному танку, как обычно, а говорю только исключительно орудие. Орудие здесь, ну, я бы сказал, очень приятное по урону в 600 единиц. Вниз склоняется на 7. Ну, честно говоря, немножко маловато. Ну, ладно, окей, хорошо, это пропустим. Но если бы здесь хотя бы была там, я не знаю, девятка, тогда было бы гораздо приятнее и интереснее отыгрывать где-нибудь от неровностей. Хотя, в целом, машинка довольно бронированная, поэтому сказать, что прям она остро нуждается в том, чтобы отыгрывать именно от неровностей на каких-нибудь там горизонталях, да, там на каких-нибудь холмах, в каких-нибудь оврагах и так далее, ну, я бы не сказал. Довольно-таки нормально она держит удар. Что же касается бронепробития, 258 единиц тоже довольно неплохо. Единственное, что меня всегда смущало в этой машинке, это неполных 15 секунд перезарядки. Но неполных это очень большая условность, потому что вот здесь вот не хватает 0,08 для того, чтобы получить ровно 15 секунд перезарядку. Честно говоря, долговато. По ощущениям в игре, очень часто не хватает, чтобы она была хотя бы там в районе 11-12 секунд. Тогда вообще была бы просто бомба. Ну и урон в минуту при всех этих показателях составляет 2414 единиц. Что в целом, в принципе, для десятки довольно неплохо, но, честно говоря, если бы здесь была циферка хотя бы в 2550, вот уже было бы интереснее. И как раз вот этой циферки 2550, 2600 можно было бы получить при сокращении времени перезарядки. Но это лично мое скромное мнение. Если вы с этим не согласны, напишите, пожалуйста, в комментариях. Время сведения, ну, цифра, честно говоря, какая-то заоблачная. Сейчас заценим непосредственно в бою, но сравнивая с другими танчиками, она сразу бросается в глаза, потому что 5,2 встречается, скажем так, не сильно часто. Разброс на 100 метров в 0,408 тоже, ну, как бы по цифре вроде бы ничего не говорит, но, глядя на другие танчики, тоже начинает заставлять немножко засомневаться. Перед тем, как выкатимся в ангар, обозначу, что данную машинку я себе открыл. Я не сторонник покупать опыт экипажа за голду. Меня, честно говоря, жаба давит отдавать косарь голды при покупке танчика, при его открытии, за то, чтобы у тебя был 100% экипаж. Окей, лучше я ее покатаю, покатаю чуть дольше, но не буду платить косарь голды, потому что, в принципе, за 3,5 косаря голды можно купить даже плюс-минус какую-нибудь годную машинку, там, 7-го или 8-го уровня, премчик, который хотя бы фармить будет. Ну, короче говоря, мне кажется, что лучше голдишку вкладывать все-таки в конкретные машины, а не вот в такие мелочевки, как камуфляжи или экипаж. Если, опять-таки, вы со мной не согласны, конкретно ты со мной не согласен, именно ты напиши мне об этом в комментариях, ну и там дальше нас рассудит история, либо я что-то отвечу, либо, может, кто-то из ребят прочитает, ну и для себя выберет какое-то направление, тратить голду на экипаж, либо не тратить голду на экипаж. Ну, вот где-то приблизительно так. Ну, а дальше затягивать не будем, давайте закатимся в бой и посмотрим на эту машинку. Напомню, пока мы заходим в бой, у меня 87% прокачки экипажа. У меня есть открытые скиллы, да, то есть вот эти вот дополнительные опыты экипажа, который открывается в процессе набивания себе опыта, который вы не можете потратить на танках, он уходит на конкретно экипаж, его можно спустить, добавляя немножко серебрушки, по-моему, начиная с 5-го левела. Ну, короче говоря, если бы у меня был открыт 100% экипаж на данной машинке, она бы еще бодрее была, чем просто со 100% экипажем. Сейчас же 87%, но мне кажется, что это будет более-менее честный обзор данной машины, потому что все-таки предполагаю, что преобладающие большинство игроков, они не вкладывают по косарю голды в то, чтобы открыть сразу 100% скилл экипажа. Итак, ребят, что касается подвижности машинки, машинка очень бодренькая, очень приятненькая, она как для тяжика перемещается очень-таки даже шустренько и хорошо. Что касается брони, броня довольно неплохая, только что, конечно, 57-й нас пробил, он пробил нас в нижний бронелист, и это действительно ахиллесова пята данной машины. Но, честно говоря, такая ахиллесова пята, как правило, встречается практически у всех тяжей и у всех хорошо бронированных ПТ. Это связано с тем, что, ну, что-то же должно быть все-таки в машинке мягкой для того, чтобы давать шансы противникам, которые, ну, прям с лету не могут пробить вас куда попало. Поэтому, в принципе, абсолютно ничего удивительного в этом нет, соответственно, вам необходимо во время игры просто прятать свой нижний бронелист за какими-то неровностями, какими-нибудь разбитыми машинами, ну, короче говоря, всем, что может вам помочь спрятать ваш нижний бронелист. Что касается углов склонения, вот стоя на такой неровности, вот это максимум, то есть, получается, ниже вы уже опуститься не сможете, а стоите вы, в принципе, ребят, ну, я бы не сказал, что на каком-нибудь прям большом холме. Поэтому, в целом, отыгрывать где-то от каких-нибудь холмов неровностей и подобных вещей будет довольно сложно. У меня, честно говоря, встречалась такая ситуация в бою, когда я, перепрыгивая через автомобиль, в это время мне сбили гуслю, и, соответственно, в такой вот позе я застыл немножечко на подъеме. И, честно говоря, было очень грустно, что в этот момент я не могу опустить орудие вниз и дать шот. Вот все-таки углов склонения не хватает, но все же больше лично мне не хватает скорости перезарядки. Как показалось сейчас, наша первая стычечка на точке С с тем же 57-мым, если бы перезарядочка у меня была пошустрее, я бы выкатился и сделал бы шот, ну, как-нибудь пораньше, и, соответственно, дал бы дополнительного урона себе в копилку. Итак, ребятки, пронесся первый бой, мы практически ничего не сделали, больше разговаривали, но сейчас посмотрим на результаты этого боя. Я не думаю, что в этом бою мы сделали что-то выдающееся, и, безусловно, судить по этим цифрам что-то будет сложно. Но так или иначе, мы, по крайней мере, смогли заценить подвижность данной машинки, заценить, насколько возможно-невозможно куда-то врываться, перемещаться, и в целом машинка это позволяет. Она действительно позволяет вам плюс-минус комфортно перемещаться по карте, подтягиваться куда-то к своим союзникам, продавливать какое-то направление, и вы не плететесь где-нибудь в конце колонны. А это очень приятно, играя на тяжелом и бронированном тяжелом танке. Сейчас поедем на линию ТТ, попытаемся там с ТТшками встретиться, попытаюсь поиграть от башни для того, чтобы посмотреть на броню самой башенки. Но в целом, честно говоря, когда я лично сталкиваюсь с 60 ТП где-нибудь в бою, мне, честно говоря, этот танчик, ну, крайне неприятен, как вражеская машина. Потому что выцелить в нем какие-то мягкие места, ну, уж очень сложновато, по крайней мере мне. Особенно если игрок, который играет на этом танке, понимает, какие конкретно части танка необходимо прятать, и как конкретно необходимо встать для того, чтобы тебя не пробивали. Что самое парадоксальное, что на этом танчике не обязательно становиться ромбом. Я бы даже сказал, что зачастую гораздо лучше, ну, вот вам, пожалуйста, 60 ТП, стоим мы с ним одинаково, нифига он меня не пробьет, ровно как и я его. Так вот, стоять на этом танке ромбом, в принципе, не есть обязательным. Достаточно просто стоять ровно к противнику, и противник уже не будет иметь нормальных шансов на пробитие вас. Вот сейчас стандарт Б явно пытается выцелить меня голдой, и, слава богу, у него это не получается. Что же касается, вот вам, пожалуйста, нижний бронелист, и то, что я говорил, становясь ромбом, вы, наоборот, высвобождаете боковую часть для того, чтобы в нее прилетало. Соответственно, лучше стойте непосредственно, уж простите, мордой к врагу, и, соответственно, отстреливаете по нему, пряча свой нижний бронелист. Вот сейчас время перезарядки, оно показывает всю вот недостачу, да, вот его. Хотелось бы чутка побольше, и было бы гораздо приятней. Точность пушки. Точность пушки довольно неплохая. Сейчас я косанул не потому, что пушка косоватая, а потому, что я просто не до конца свелся. Что касается времени сведения, вот время сведения после движения, оно действительно медленное, на дальнем расстоянии оно отыгрывается плохо, а на ближних расстояниях, я бы сказал, что, в принципе, этого времени сведения больше, чем достаточно для того, чтобы играть. Заносишь ты, конечно, по 600, по 650, и получаешь от этого массу удовольствия. Поэтому сказать, что эта пушка какая-то не такая, мне она намного больше нравится. Мне вообще эта машина намного больше нравится, чем тот же самый ИС-7, да, или, там, я не знаю, какой-нибудь другой тяжик. Он даже в чем-то мне больше нравится, чем сотка. Мне сотка всегда нравилась Е100 своим уроном, да, там, и временем перезарядки, в принципе, терпимым. Но этот танчик куда лучше. Многие могут написать мне в комментах по поводу того, что ты же сам рекомендуешь Е100 для прокачки, как первый танчик, а не конкретно, там, допустим, 60 ТП Ливандовского. Дело в том, что я рекомендую ветку Е100 не исходя из того, что сама Е100 это супер имба и так далее. А исходя из того, что сама Е100, как ТТ, этот танк является довольно играбельным танком. Ну, а ветка к нему гораздо комфортнее, чем к 60 ТП. Итак, мы победили с разгромным счетом 7-0. Мы стояли, вы видели, сколько раз нас не пробили, и я думаю, что, в принципе, это показатель качества брони на этой тяжелой машине. Сейчас смотрим результаты. 3173 единицы урона, один уничтоженный враг. Я считаю, что мы честно этого врага сделали. Мы получили 23 тысячи серебра в плюсе. Это не можно считать как фарм, но, согласитесь, это тоже приятно. И что касается результативности машинки в целом в бою, заметьте, мы заняли первое место по урону. Но, по-моему, чего еще желать. Итак, ребятки, давайте подсуммируем. Если у вас нет 60 ТП Ливандовского, я вам обязательно рекомендую вкачать этот танчик. Одновременно с этим я хотел бы обратить ваше внимание на то, что прохождение вот этой ветки, оно не будет для вас прям вот суперкомфортным, суперлегким. Вот так вот прям взял и проехал. Ну, по крайней мере, для меня это так не было. Допустим, та же самая ветка кранвагена, которую я рекомендую как одну из первых для прокачки, мне показалась более комфортной. Просто сначала ты здесь играешь на СТшечках, да, там типа гоняешь и что-то где-то как-то зарабатываешь, когда еще не надо много собирать опыта для открытия следующего левела. Ну и дальше ты катаешь на барабане и на двух танках с барабанами с дозарядкой. А вот что касается всех вот этих вот 40 ТП, 45, 43, 53, 50-ка, они в принципе все это тяжи. Тяжи тяжелые, не сильно поворотливые, ну плюс-минус не сильно поворотливые, безусловно, с орудиями, которые ну прям не являются какими-то там супер выдающимися и имеющие огромную цифру времени перезарядки. То есть отыгрывать на этих танках прям вот в какой-то офигенный результат по нанесенному уроду, а соответственно по нему нам в основном считают количество опыта, которое предоставляется за результатами боя, ну получается как бы не слишком прямая и легкая дорога к 60 ТП Ливандовского. А вот сам ТП Ливандовского вам однозначно зайдет и понравится, особенно если вы умеете грамотно играть и отыгрывать на тяжелых танках, элементарно просто помня о необходимости прятать свой нижний бронелист. А время перезарядки компенсируется довольно-таки неплохо броней, которую несет на себе 60 ТП. Поэтому рекомендация такая, не первый танк для прокачки, но однозначно должен стоять в вашем ангаре. А на данный момент у меня все, еще раз очень буду благодарен, если вы подпишетесь на канал и сделаете так, что у моего канала будут шансы на жизнь и на развитие. Спасибо вам заранее большое, всех благ, всего хорошего. С чем не согласны, пишите в комментариях, всем попытаюсь ответить. Ну и как обычно, хочу пожелать вам исключительно мира в вашей жизни.